Прекрасно. Как нас мало что-то. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я Дежникова Валентина Витальевна. Буду вашим лектором на сегодня. Очень приятно с вами познакомиться. Я бывший блогер. У меня было большое количество раньше подписчиков. Сейчас я работаю по своей непосредственной специальности. Давайте немножко расскажу о себе. Я работала более пяти лет в учителе информатики. У меня несколько высших образований. Если быть точнее, больше девяти. И среди них я была учителем информатики. Работала. Потом ушла. Дальше работаю педагогической структурой, в том числе методистом. И потом я работала в администрации долгое время. Ну, сейчас я работаю и дальше. И сейчас я работаю руководителем проекта. Если вдруг будет зависать, вы мне говорите. Хорошо? Да, вы зависаете. Вы зависаете. Надеюсь, что сегодня пройдет... Зависать. Ничего не слышно. Давайте отключим микрофон. Так. Сейчас. Как вам? Сейчас меня слышно? Да. Замечательно. Я переподключилась к другой сети. И, надеюсь, она меня уже не подведет. Так. Сегодня у нас не так много. Но, надеюсь, вам моя лекция понравится. Сегодня я начну темы, решила начать. Называется она «Страхи убеждения». Дело в том, что когда человек впервые ступает на этот путь, путь блогерства, у него очень много различных страхов. И сегодня мы попытаемся их проработать. Сейчас я вам запущу презентацию, для того, чтобы вам было более интересно и более продуктивно. Подождите секундочку. Сейчас запущу. Скажите, ее видно? Страхи и убеждения видим. Снежинку. Замечательно. Сразу говорю, я не психолог. И это мои собственные выводы. И, надеюсь, они вам помогут преодолеть ваши страхи относительно блогерства и компьютера. А мы впоследствии будем обучаться более интенсивно. Но начнем с малого. И я считаю, что это самое главное. Дело в том, что у человека может быть много страхов. Например, а вдруг меня выясмеют? А вдруг я сделаю что-то плохо? Или а вдруг я потрачу свое время бесценное, которое у каждого имеется зря? Ну, и человек ставит себе очень-очень много различных преград. У меня может получиться не так хорошо, как у какого-то другого, например, блогера или у другого человека. Или, может быть, у меня не так хорошо получится, зачем я буду пробовать? И таких страхов очень много. Я начну работать сегодня с самым первым страхом. У меня ничего не получится. К сожалению, это самый распространенный страх. Люди себе постоянно говорят, у меня не получится. То у меня, к сожалению, может не получиться другое. И много-много других страхов. И говорят, ну, если у меня ничего не получится, зачем я буду это пробовать делать? И начинает свой талант взрывать на корню изначально. Я все время восхищалась людьми, которые смогли проработать свой вот этот главный страх. У меня ничего не получится. Потому что он не дает делать самый свой первый шаг. Шаг идти вперед. И добиваться невозможного. Он ставит глухую стену. Глухую стену между своим счастливым будущим и тем, что мы имеем сейчас. К сожалению, страх у меня ничего не получится. Он и присутствует у каждого. И самое главное, это мы должны понять, что наше собственное мнение о себе часто бывает ошибочным. И то, что конкретно мы о себе думаем плохое или хорошее, может в корне отличаться от мнения других людей. И, например, даже элементарно, то, что я посчитаю, ну, это здесь знают все. Не только я. Например, и вы, и там еще мои подружки. А на самом деле это могу знать, например, конкретно только я. То же самое происходит по-любому даже недостатку. Не зря говорят, что то, что один посчитает, что это очень-очень плохо, для другого это будет просто сверхидеала. Поэтому наше собственное мнение, к сожалению, часто бывает ложным. И оно ошибочное. И нас люди, когда выделят впервые, воспринимают по-разному. Каждый по-своему. И поэтому бояться, что не получится, это немного неправильно. И самое главное, всегда уметь признавать. Признавать, что бояться, это нормально. И это наша внутренняя часть. Она всегда находится изнутри, у каждого. И даже неважно, ли у человека это или у животного. Мы все всегда чего-то боимся. Это врожденное наше чувство, которое должно быть. Оно нас защищает, оно нас оберегает. Но, к сожалению, иногда может и сильно застопорить. Смелость – это же не отсутствие страха. Это скорее понимание, что есть нечто важнее, чем просто страх. И люди делают этот первый шаг. Надо свой путь разбить на более короткие. Мы потом будем постепенно это все делать. Я вас буду учить разбивать эти пути на эти короткие, достижимые нам этапы. И я вас научу пользоваться программами, которые необходимы. Попытаюсь вам сразу говорю. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы мне их задавайте. Я их попытаюсь впоследствии на все ответить. Поэтому всегда ищите помощи. Если вдруг у вас возник какой-то страх, ну, надо спросить у кого-то. Спросить – это не стыдно. Стыдно – это последствия, может быть. Поэтому всегда ищите помощи. Потому что бывает один человек более компетентный в одних вопросах, другой компетентный человек может быть совершенно в других вопросах. И мы раньше всегда боялись, например, кто-то ответить у доски, кто-то там ответить на своему начальнику и много другого. И когда что-то не знали, это считалось, что да, стыдно. На самом деле это совершенно не стыдно. И надо уметь находить ответ в любом вопросе, даже если он кажется совершенно недостижимым. Но и как бы не звучало грустно, нам надо подсознательно всегда быть готовы к своему собственному поражению. Потому что если мы подсознательно подготовимся, нам впоследствии это будет намного легче. Второй страх, к сожалению, также распространенный. Я боюсь, что меня мои близкие не поддержат. Это страх один из самых распространенных. Страх осуждения. К сожалению, часто бывает такое, что, например, если один и тот же вопрос, мы загорелись какой-то великолепной идеей. Идея может быть совершенно разной. И мы подошли по совету к своей лучшей подружке, к своему близкому, родственнику, кому угодно. И сказали, это плохо. И сразу скажу, здесь правы сразу двое. И тот, кто согласился, и тот, кто сказал, что это плохо. Дело в том, что тот, кто вас осудил, он может быть из опыта своего внутреннего, что где-то у него когда-то что-то не получилось, он из этого делает вывод. То есть он основывается на своем собственном побеждении. Но если бы не получилось у него, это не значит, что может не получиться у другого совершенно человека. Потому что у каждого свой опыт и свое мировоззрение. И каждый может быть прав в совершенно разных вещах. Мне всегда на эту тему вспоминается одна женщина. Она меня очень восхищала. Она работала продавцом обуви. И я помню, как-то к ней подошла и говорю, ну вот как? Вот как ты так умудряешься? Ты получаешь очень большие деньги. Ты постоянно получаешь удовольствие от своей профессии. Она такая говорит, да. Она говорит, знаешь почему? Я говорю, почему? Когда я пришла в первый раз, она говорит, я посмотрела на других и решила, думаю, я так делать не буду. Как они? И она начала продавать на то, как она считала правильным, собственно. И у нее оказалось это верным. И ее пытались скопировать. Но у них ничего не получилось. И не потому, что они плохие, а потому, что у них опыт разный. У них разные знания. У них разная постановка одного и того же вопроса. Они по-разному делают одно и то же. В итоге каждый человек индивидуальный и каждый по-своему настолько прекрасен, что да, нас близкие могут не поддерживать. Но иногда можно доказать не только близким, но и самому себе, что я это могу. Я могу справиться. Я сделаю в той или иной степени намного лучше. Близкие нас могут не поддерживать. И, например, сразу же обрубить на корню любое наше познавение и идти вперед просто из-за страха за вас. Потому что вы можете начать слишком синомерничать. И они думают, ну вот, мы, например, хотим ее уберечь. Но не всегда это хорошо. Поэтому иногда, да, близкие могут не поддерживать. Даже могут осудить. Сказать, ну что это такое? Зачем ты там это делаешь? Ну на самом-то деле, они просто часто из хороших поползновений. Но они только судят по себе. Но мы все разные. Следующий вопрос. Он тоже популярный. Я никому не нужен без собственного опыта. Мы все забываем, что когда-то мы все с чего-то начинали. И у всех бывали ошибки. И каждый профессионал, на самом деле. Мне всегда, мне как-то подходит ученик ко мне лично в свое время. И говорит, Валентина Витальевна, я никогда не смогу овладеть компьютером. Я никогда не смогу сделать даже самую элементарную презентацию, тем более 3D-графику, которую вы требуете. И я сидела с ним и разговаривала. Знаешь, у меня в свое время, когда я была в 9 классе, мне мой отец решил сделать приятное. Купил шикарный, по тем временам, новый компьютер. Подошел ко мне и сказал, Валечка, я приду сегодня вечером, только прошу тебя, не включай. Не включай до этого времени. Ты еще ни разу не пользовалась компьютером. Это самая первая вот такая дорогая вещь. Давай мы приедем, я тебе всему научу. Я сказала, да. И как только он вышел за дверь, сразу же включила. В эту же секунду. Было так интересно. И там полазила, и там полазила. И через полчаса я поняла, что я его сломала. Умудрилась. Села, расплакалась, позвала свою подругу. И она на меня долго смотрела и говорит, Ну что, дорогая, ты снесла винтовс, теперь надо точно вызывать мастера. Думаю, вот так. Первый день только села за компьютер и сразу же снесла. Как я так сама была расстроена? Ну, думаю, ну ладно. И села, и стала думать. Если я сделаю в точности, что я делала, то только наоборот. И долго-долго я этот компьютер восстанавливала программу, что-то делала, что-то искала. В итоге восстановила. Восстановила, сразу скажу, наполовину, не полностью. Вечером пришел мой папа, смотрит, а компьютер работает абсолютно неправильно. Он на меня подходит, говорит, ты включала? Я говорю, да. Включила. Мне так хотелось его посмотреть, но так получилось. Он позвал мастера. В итоге мастер долго смотрел и говорит, ты в первый раз села. У меня, говорит, к тебе только один вопрос. Как ты смогла восстановить? Потому что я так сделала на грани нереального. У меня на тот момент, так же, как и у многих людей, не было опыта в сфере компьютерных технологий. От слова вообще. И я тогда себе сама сказала, а почему я не могу этому научиться? Мне задалось себе вопрос. Подумала, а если я смогла восстановить компьютер, значит, я смогу и этому научиться. Я научилась. Да, потратила побольше времени, но этому научилась. И мой ученик, кстати, тот, он пошел сейчас работают программистом, который говорил, что никогда я не смогу овладеть компьютером. Он сейчас работает программистом, получает хорошую зарплату, ему очень нравится профессия. Но когда мы начинаем входить в любую профессию, мы всегда можем сказать, я никому не нужен без опыта. И, к сожалению, мы забываем и ставим себя в сравнении с тем, кто уже достиг какой-то определенной вершины. Но это абсолютно же неправильно. Все даже самые великие эксперты когда-то начинали с нуля и когда-то допускали серьезнейшие ошибки. Каждый всему чему-то обучается. И он обучается постоянно. Так же и у вас, когда появится блок, по месте роста вашего блога будет расти уровень ваших знаний. И нет ничего плохого. То, что вы начинаете с нуля, то, что могут быть ошибки. Мы это все понимаем. Тем более от этого есть наоборот еще больше плюс. Дело в том, что вы от этого будете учиться и учиться вместе с вами и вас воспринимать в ваши подписчики такой, какой вы есть сейчас. Не с уровня уже выше, а с уровня ниже. Это как, знаете, как приходит иногда порой бывает начальник, который в первый раз вступил в должность, и он вместе с вами начинает потихоньку подниматься. И он ближе к вам, и то же самое ближе его починя. То же самое и здесь. главное сместить фокус со страха на развитии и на движении свое вперед. Мы должны тратить свои силы на поддержание своего статуса. И это лучше иногда все сделать и потом преживать, чем не сделать и потом начать нервничать. иногда бывает у человека завышенная самооценка. И это тоже нормальное течение жизни. И от завышенной самооценки ничего нет плохого. Но эти люди, к сожалению, часто боятся ошибиться. И это плохо. Мы не должны бояться своих собственных ошибок. Потому что только на собственных ошибках мы можем научиться. У каждого они свои. К сожалению, на чьих-то мы не умеем. Или очень-очень малое количество людей может научиться на собственных ошибках. Почему? Дело в том, что у каждого свой опыт, свои знания и каждого свое мировоззрение. Не надо думать за другого человека. А что там подумала Екатерина какая-то там. У нее свое мнение. Оно может быть абсолютно отличаться от вашего. И вы не знаете, что она подумала. Даже если она скажет, что все хорошо, на самом следующее это большая конкуренция. Я не смогу быть профи. Я так скажу, профессионалов везде, к сожалению, не так много. И плюс, даже несмотря на большую конкуренцию в той или иной сфере, всегда есть у каждого своя изюминка. Я сама подписана на очень многие блогеры, и мне просто и порой нравится читать. И недавно я нашла этот блог абсолютно непопулярный. И ведет его женщина, сколько ей, по-моему, там она говорила 75 или 79 лет. Был кулинарный. И когда она начинала, у нее был первый пост, и мне улыбнуло, она сказала, сейчас большая конкуренция, но я знаю столько рецептов, но они в общем, их в интернете, но я решила их объединить для себя. И я стала читать. Один и тот же рецепт, он у него написан абсолютно по-разному. То есть, если я готовила по одному, смотрю, а там он говорит, добавит тот или другой ингредиент. Я добавляю, думаю, а по-своему он становится еще интереснее. Да, конкуренция большая. В данном случае я привела фудблогера. Фудблогеров огромное множество, их миллионы. Но почему, многие люди думают, что если, например, конкуренция, я не могу быть профи в той сфере. Может быть, именно у вас, именно в этой сфере, в которой вы продумаете, может быть, в чем-то вы будете самыми получены. Вот, например, как вот этот блогер. На нее подписываются сейчас многие. Она написала уже много постов. Но мне настолько нравится ее читать, потому что она каждый раз что-то вносит новое. Силу своих опыта, силу своего знания, силу своего возраста. Есть, многие говорят, что, например, я там силу своего возраста, например, не смогу там еще что-нибудь. Но я почему иногда смотрю, думаю, от возраста не зависит. Бывает молодой человек, 6 лет, может чему-то научить даже того, кто прожил всю жизнь. И бывает человек с большим возрастом, у меня есть воспоминания, есть, я как-то общалась с одним, и он представился дед Иван, ему 96 лет. И мне он оставил большое впечатление на меня, потому что у него было столько опыта, столько знаний, что я помню, часы сидела и просто его слушала. Я слушала с открытым том, он не лектор, сразу скажу, но у него столько опыта и знаний в разных сферах, оттого, что я не знаю силу своей молодости или сферу других выбранных профессий. Но он мне настолько запомнился своим великолепным знанием, что я стояла и думала, вы прожили всю жизнь, вы же столько можете дать людям, вот дай вам интернет. и вы то же самое, что сказали тогда, мне за чашкой чая, вы сможете дать всем людям. И поверьте, вас молодежь будет слушать, потому что они этого не знают, они этот путь не проходили, они не смогут физически с силой своего возраста оценить ту или иную даже элементарную книгу, потому что у вас уже сформированный опыт годами, и это большой-большой плюс. Да, конкуренция здоровая, она наоборот хорошо, она нас подначивает идти вперед, мы должны постоянно бороться сами с собой, и не зря говорят, что самый большой труд это работа с собой, потому что только каждый человек знает, у меня то-то, 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 и только он это знает, и когда он перешагивает через вот это самого себя в тех или иных вопросах, это начинает наоборот идти вперед, это развивает, это наоборот улучшает человека, улучшает его силу, улучшает его знания. мы мы можем бояться, что нас не примут такой, какая его есть, такой, какая его есть, вы же знаете только сами, у вас, например, я вас, например, вижу впервые, так же, как и вы меня, и такая, какая я есть, меня знают только несколько человек, которые со мной постоянно общаются, то же самое и у вас, и это хорошо, и благодаря этому, когда вы открываете свой блог, вы сможете раскрывать себя, раскрывать свое мировоззрение, раскрывать свое мышление, надо не бояться этого, чтобы нас так не примут, потому что не зря говорят, на каждый товар свой покупатель, и так же у одного блогера мы все абсолютно разные, по разному можем все писать, и даже профессионализм может оцениваться по-разному, например, очень большие блогеры, которые имеют миллионы подписчиков, у них уже большая своя команда, и если опустить до самого низа, посмотреть, как они начинали, у них по-другому выстроено было видео, по-другому выстроена была лента, и многие вопросы они совершенно вели по-другому, и сейчас, да, они профессионалы, но не надо забывать то, что когда-то они так же, как и мы, начинали с нуля, и они к этому пришли. Также многие люди скажут, я не уверена, что мне хватит идей для блога, для того, чтобы платила идеи для самого начала, мы должны сформировать самое главное, посмотреть нишу, что людям в тех или иных сферах интересно, и в чем конкретно вы являетесь профессионалом. Я недавно также изучала один блог, он находится в ТикТоке, это преподаватель физики, он сейчас знаменит на весь мир, у него очень короткие видео, очень-очень короткие видео, они длятся не более минуты, но за эту минуту объяснять какую-то маленькую часть материала, самое сложное, но таким простым языком, что когда я его слушала, я думала, а почему мне вот так со временем не объясняли в школе, я постала физику, не сказать, что он отлично, вот просто совершенно, и я помню, как-то смотрела его, его спросили, почему вы пришли в блог, почему вы так начали все это подавать, он такой стоял и отвечает, у него брали интуи, он говорит, я как-то сидел и думал, вот все ушли в титок, там танцуют, там говорит, а я проанализировал, а только тому, что учат, очень мало, он проанализировал Мишу, и мне так захотелось, чтобы не только мои ученики, которые конкретно в моей школе понимали физику и законы природы, но и одновременно, говорят, другие люди, ведь у других людей могут также возникнуть вопросы по тем или иным, и он стал снимать маленькие короткие ролики, которые все это объясняют, и после этого у него возросло огромнейшее количество сейчас подписчиков, на него подписано очень много школьников, студентов, он сделал упор на них, и он своих короткометражных видео объясняет, когда его спрашивали про идеи для блога, он говорит, родилась самая, так же и здесь, не уверена, что хватает людей для блога, идей может в принципе в каком-то сфере и не хватать, но у нас у каждого есть свои знания, и если мы будем раскрывать, мы не сразу же все открывать и рассказывать, а понемножку, брать совершенно по чуть-чуть каждый вопрос, раскрывать понемногу, даже элементарно, один и тот же вопрос можно раскрыть по-разному, например, взять текст, написать 3000 символов, а потом взять этот текст и срезать пополам, это уже у вас, например, будет сразу же два поста, но вы раскрыли какой-то один вопрос, ведь у каждого своя прекрасная тема. Многие думают, что не смогут выделиться в нише, ведь сейчас блогеров очень и очень много, да, это так, и конкуренция, как я сказала, выше, очень большая, в каждой связи, мне даже кажется, что сейчас нет такого, чего нет в интернете, но это не так, абсолютно, дело в том, что у каждого есть своя изюминка, как я приводила пример с футблогером, вот, например, я в свое время вела научный блог, у меня в основном он был про науку, я рассматривала те или иные вопросы со стороны науки, даже элементарно, если брать приготовление блюд, я рассматривала со стороны его физико-химических блюд, физико-химических и почему так или иначе происходит в ту или иную сторону со стороны вкуса, если смешать эти два блюда, также я, например, много объясняла, например, если мы берем ткань, рассматриваем ее, и почему ткань так или иначе может служить нам дольше или меньше, и как нам, придя на рынок, мы могли выбрать, я вела, да, я вела абсолютно такой обычный, можно сказать, научный блог, и многие боятся, что не смогут выделиться, на самом деле у вас у каждого могут быть свои подписчики и читатели, особенно сейчас очень много так называемых тайных, которые тихонько зашли, тихонько вас прочитали, но вы должны сесть и посмотреть, например, я образно профессионал, в чем, например, я хороший бухгартер, почему бы, например, не вести блог со стороны бухгалтерии, только не рассказывая какие-то там тонкости, а именно отвечая на вопросы начинающих, например, или, например, профессиональных бухгалтеров, то есть не раскрывая тонкости компании, или еще что-нибудь, а отвечая на какие-то тонкости, например, в пользовании программы 1С, или отвечая на тот или иной поставленный вопрос, потому что есть, например, придет человек, который только выучился на бухгалтере, он открыл, у него оказалась ошибка, вы когда-то могли с этим столкнуться, вы это перешагнули, вы это уже прошли, у вас есть в этом прекраснейший опыт, и вы сможете раскрыть в этом опыте просто огромнейшее количество постов и многому чему научить, многому что дать хорошего, и придет молодой, он откроет и прочитает, или даже элементарный профессионал, который всю жизнь отработал, он может с этим столкнуться, но, к сожалению, даже когда мы сталкиваемся с какими-то ошибками, мы это преодолели, мы это могли забыть, но другой человек, который идет за нами, он может столкнуться с этим впервые, поэтому мы тоже, вы хотели что-то сказать? Я хочу попросить Шувалову Людмилу Александровну выключить звук, потому что ее грохот там просто мешает и отвлекает, пожалуйста, спасибо. Поэтому я говорю, не бойтесь, что у вас не получится выделиться в той или иной нише, потому что у каждого своя специфика и свой профессионализм в той или иной сфере. Так, давайте следующий. Следующий вопрос, он, к сожалению, очень частый. Сейчас молодежь, я даже завидую, у них практически отсутствует чувство страха. Это не просто этот вперед. Но многие задаются вопрос, мой возраст мне будет мешать. На самом деле у вас большое преимущество силу своего возраста, силу своего опыта и силу взгляда на жизнь с другой стороны. вы сможете даже элементарно вот я помню одного блогера, по-моему, ей сейчас я пытаюсь вспомнить, ну там по-моему за 80. И она начала писать о повседневной жизни. Но эта женщина очень прекрасная хозяйка, она просто замечательная. И она иногда не давала лайфхаки в силу своего возраста как без химии например отмыть что-то. То есть лайфхаки подумают. И она не ожидала что у нее будет просто нереально огромнейшее количество подписчиков, которые каждый день готовы я заваливаю директор. Ее постоянно пишут. Вот мы не хотим покупать теленые средства. Скажите как нам это делать? Она говорит ну это ведь старые например то же самое горчицы или там соды там что-то там отмыть. Это же пользовались когда-то. Но многих это интересует. Поэтому силу своего возраста мы можем думать что нам что мы что-то можем знать. На самом деле у вас настолько много опыта настолько много знаний настолько разный вы умеете находить подход к людям. Ведь многие очень начинающие начинают срываться отвечать неправильно. Силу своего возраста вы можете ответить так как не ответит ни один. И это просто замечательно. Потому что многие этому не умеют. И я часто сейчас даже если раньше писала или еще что-то я часто сижу просто со стороны анализирую. Сразу скажу у меня я уже как бы прошла вглубь поэтому у меня как бы я являюсь как говорится скрытым читателем. анализирую. Иногда я смотрю и думаю как же прекрасно что сейчас интернет он для всех. Независимость от возраста. сейчас не надо бояться критики потому что все понимаем что мы все разные и у каждого свое своя ниша свои знания. У меня есть один пример когда я пошла учиться очередной раз магистратуру в Ранхиз и у меня в группе я себя чувствовала немного неуютно потому что я была не просто самая молодая я себя чувствовала маленькой девочкой потому что получилось так что у меня вся группа самый молодой после меня был 60 лет мужчина и дальше выше я тогда помню смеялась думала ну как-то совпало вот как так получилось что вот я в группе вот самая даже моего близкого возраста не было но кажется что я ни одного дня не пожалела что туда пошла учиться это не сказать ничего потому что они мне в силу своего возраста и так же в силу я в силу своего возраста мы постоянно обменивали своими знаниями своим опытом в той или иной сфере и оказалось что нам было настолько вместе интересно учиться они давали свои знания свои у меня я им помогала многое с компьютером и у нас был такой обмен возрастом и обмен знаниями то же самое и в блоге сейчас очень много блогеров я заметила и меня это радует которые старше 55 лет и я заметила уровень их написания текста уровень блога уровень снятия видео уровень сторис даже намного выше чем многих других молодых и они начинают вышить юниши потому что у вас имеется то что к сожалению нет у нас сейчас мы обсудим многие страхи других блогеров к сожалению страхов у блогеров очень и очень много например первый страх например очень многие боятся что меня никто не считает меня никто не комментирует на самом деле для того чтобы вас стали читать комментировать надо хотя бы написать ну минимум 30 постов статей плюс вы должны заявить о себе например найти таких же конкурентов или например других и постоянно написать одним комментарием другим кому-то там что-то подсказать то есть постоянно о себе заявлять если мы зажмемся и не будем писать и сказать ом меня документирует блог это та же самая работа и работа это ежедневная мы должны общаться с комментаторами отвечать на их различные вопросы и для того чтобы читать надо еще раз повторюсь определить свою нишу знаний она у каждого своя надо попытаться написать пропечатать можно сначала на листочке можно сразу на компьютере где легко делать правки хороший контент это то есть хороший текст и постоянно править и регулярно для этого вы можете узнавать для себя что-то новое например постоянно себя модифицировать в чем-либо ведь постоянно выходит много-много новой информации следующий страх это у меня например слишком мало читателей но надо не забывать что они уже есть и это хорошо дело в том что пока мы начинаем у каждого блогера очень много мало читателей и в той или иной сфере и в этот момент обвинять себя что значит если у меня так мало читателей что я делаю что-то не так это также неправильно потому что просто ваш читатель еще мог про вас не узнать и постоянно повышение и это значит что для вас это будет как символ роста вы воспринимаете это как символ роста если меня не читают значит я должна что-то изучить и что-то дать еще новое что-то интереснее а про вас узнают на это нужно немного времени и немножко старания следующий страх то что я пишу может быть никому не нужно это страх очень и очень многих честно сказать когда я начинала у меня тоже было свое время я боялась что химия сожалению то что я пишу будет не нужно какое было мое удивление когда сначала было мне очень долгое время по-моему наверное месяца четыре держалась десять тысяч подписчиков но оно не росло поначалу я нервничала потом подумала что-то никому не нужно потом подумала ну они же есть и замечательно а потом я стала много общаться для себя стала развиваться и потом оказалось что то что я давала людям это было многим наоборот необходимо просто если вас даже не комментируют не лайкают там еще что-то не обращать внимания это не значит что вы плохие это значит или первое вас еще пока не замечают недостаточное количество постов недостаточное количество информации ведь мы должны работать на эти и или второе о вас еще не узнали поэтому иногда многие начинающие блогеры они заходят на страницу более уже которые прошли эту нишу более уже высоко поднялись и они общаются с их подписчиками не пытаясь как-то там перемоги там у меня блог лучше там еще что-то нет он делится всеми подписчиками своим знанием и если человек другой прочитает он может потихоньку потихоньку подписаться не только на это но и на слава богу сейчас можно не только параллельно сразу же подписаться только на одного блогера нет может хоть на тысячи и человек будет считать ему одному интереснее другого и то что вы можете считать то что это никому не нужно на самом деле это может быть абсолютно не так многие считают так же страх что я пишу сложно непонятно неправильно и я помню на эту тему всегда вспоминается один момент я зашла на одного блогера она кадровик кадровик от бога и она всегда объясняла у нее там куча объяснений но скажу так начинающий кадровик если зайдет он не поймет ни слова и ничего потому что она писала для профессионалов и она очень страдала от того что она делится своим знанием своим опытом все у нее прекрасно но подписчиков нет я как-то говорю а ты не хочешь блог разделить на две части один для профессионалов таких как ты ты уже молодец ты супер опытная и вторую часть разделить для таких которые пришел в первый раз он хочет быть хорошим кадровиком он только начинает ему еще очень сложно и опуститься до его уровня она долго думала и она решила так и сделать сейчас она даже преподает для всех отдельно для начинающих отдельно для уже профессионалов и у нее настолько сейчас стало интересно даже я которая выпустилась после института на управление персоналом и я когда выпустилась я зашла и стала читать я стала понимать я стала понимать ага вот здесь у меня ошибка вот это вот это тоже а вот здесь мне надо научиться а вот здесь я возьму себе на заметку это интересно и у нее также увеличилось количество и подписчиков и те кто ее стали изучать и те кто ее восхвалять это стало настолько интересно настолько профессионально что это говорит а почему я до этого там сама не догадалась поэтому многие кто говорит что я пишу сложно там непонятно еще что угодно на самом деле иногда надо просто взять и посмотреть со стороны или попросить кого-то может вашу подружку может еще кого-то а иногда как бы странно не звучало попросить детей прочитать и спросить что они поняли потому что мы должны ориентироваться на разные ниши потому что даже вот сейчас как блогерство кто-то начинать впервые и ему намного сложнее и если он сразу же будет смотреть на профессионала ничего из этого хорошего не получится есть в Японии у самураев такая практика перед боем самурай должен обязательно умереть и он должен в деталях во всех красках до мелочей представить как он погиб вот до мелочей после этого самураи всегда выигрывают дело в том что когда человек в мыслях себя проанализирует абсолютно все ошибки все последствия которые только можно нельзя до самых самых плохих вот самых что только хуже не придумаешь продумать все вот до самых вот значит этого не будет дело в том что когда человек продумывает самое плохое он в этот момент подсознательно ищет выход из этой сложившейся пусть и не самой неприятной ситуации он и как только он продумал плохое он продумал выход и он уже не допустит этой ошибки потому что он все продумал то же самое и надо делать здесь продумать почему я боюсь вот это вот почему я боюсь начать и продумать самые все плохие какие могут быть варианты и когда вы продумали лично для себя все самое плохое после этого вы скажете ага а я-то смогу то справиться я-то смогу это изменить эту ситуацию я смогу подняться выше и почему я смогу а потому что вот это я продумал например я боюсь начать ну начали продумали там вот это вот это вот это последствия ну они же например серьезно почему не ударят значит уже как-то подсознательный страх начнет уходить после этого например продумать еще что-нибудь следующий страх очень часто у блогеров что все уже написано давно за меня написано информации много очень много но есть один вопрос и он всегда возникает сразу же а все ли нужное написано и все ли правильное и хорошее все ли проверенное там написано и я сразу же скажу нет дело в том что сейчас люди много пишут от слова лишь бы написать и это большой большой минус к сожалению очень-очень многих они пишут лишь бы от того чтобы просто написать и лишь бы было на самом деле это неправильно сейчас новое время и люди смотрят за качеством им хочется не только уже получить какую-то информацию а хочется получить какие-то знания что-то новое посмотреть на качество а что я могу сделать мне всегда на эту тему вспоминался момент я помню как-то разговаривала с одним бизнесменом и он всегда все рассмотрел с позиции денег и он мне всегда задавал вопрос а что конкретно это может дать для меня финансовом плане и неважно сапоги он себе покупает сумку или просто берет пустой лист бумаги что конкретно это может сделать для меня и когда я применила мне он первый раз задал этот вопрос я растерялась а потом я стала продумывать что конкретно я могу дать этому человеку но дело в том что всегда везде идет взаимоотмен и если мы кому-то даем какую-то информацию значит этот человек с вами тоже чем-то делится даже если подписчики например я помню смотрела там одна женщина писала она поделилась своим опытом как там правильно отмыть красивый рак причем она отмыла отменить лично и я начал смотреть комментарии читать и половина там начали говорит а если взять еще то 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 есть прошел взаимообмен и в этот момент я глубоко смеваюсь что когда девушка та женщина заходила и она не боялась что ее информация будет не нужна но там нашел настолько взаимообмен настолько люди друг друга общались и делились своими знаниями что каждый пост Было настолько интересно, что даже не было ничего интересного. То ли прочитать, как люди там поделились, то ли самого блогера. И это было, с этого всегда надо брать пример. Потому что мы должны всегда брать взаимообмен, взаимоинформацию. Поэтому бояться того, что, например, все написано для меня? Нет, не написано. Абсолютно ничего не написано. Ведь у каждого свои знания. Вот, например, недавно я открыла блогера и смотрела. Она готовила блины и говорила, что если я добавлю вот этот продукт, может получиться такой-то, такой-то вкус. А если я готовлю такой-то, вот этот добавить, получится то-то, то-то, то-то. А если добавить то-то, то-то, то-то. Половину того, что она написала, я знала. Но маленькую часть я не знала, я услышала от нее впервые. И так может быть по любому вопросу. И поэтому не все написано для вас. Абсолютно не все. И абсолютно много нового или для нас нового. Того, что можете дать вы и дать того, что вы знаете только вы. И бояться, да, я так скажу, это естественно нормально. Но не всегда это для нас нужно. Нам надо страх делать не так, что мы чего-то боимся. А мы его должны трансформировать, свой внутренний страх, в прогресс. Ведь все мы чего-то боимся. Во-первых, я как-то читала такую фразу, что нам надо уметь благодарить свой собственный страх. Для чего? Потому что если мы чего-то испугались, значит наш собственный организм нас хочет от чего-то защитить. Да, мы можем это. И мы его должны внутренне поблагодарить. Спасибо. Я, значит, сама себя защищаю, защищаю от чего-то. А потом подумать, а почему у меня организм попытался от этого защитить? Что мне он хочет этим дать? Что, как я могу обуздать свой собственный внутренний шторм страх? Ведь страх часто бывает в регрессии. Идти назад. Мне всегда на эту тему вспоминалась такая техника. Взять обычный лист бумаги и написать все-все-все свои страхи. У каждого они свои. И потом сесть над каждым подумать. А почему у меня возник по этому вопросу страх? Ведь иногда бывает человек, который боится критики, у него просто завышенная самооценка, и он очень боится того, что он попадет кого-то в глаза. Например, так. Или, например, бывают часто такие моменты, когда ребенок боится начинать ходить, потому что он боится падений. То же самое и так может быть по любому вопросу. Мы должны это проработать. И потом, когда вы продумывали каждый, подумать, а как я могу избавиться от конкретно этого страха? Что я могу сделать для себя, для себя любимой? Кому-то помогает рядом со страхом нарисовать что-то другое, положительное, абсолютно другое. И, например, кто-то, например, боится высоты. Рядом нарисовать высоту какую-нибудь гору, а снизу мягкую красивую травку, на которую он спрыгнул. И во время рисунка часто бывает человек прорабатывает свой собственный страх. И это может быть касаться абсолютно любого вопроса. Или, например, бывает такая методика, она кажется забавной, но она многим помогает. Протанцевать свой страх, включить красивую музыку, представить, что ты, например, вот этот вот страх. И попытаться его протанцевать. Дело в том, что когда мы творим или делаем что-то совершенно иное, что-то совершенно выходящее за наши собственные рамки, мы в этот момент начинаем обдумывать, продумывать и выходить за эту самую рамку. Как только вы, например, человек там боится возраста. А почему мы не придумываем свой собственный страх, например, страх возраста? И, например, его протанцевать. Нам становится смешно. И мы начинаем потом подумать. У нас поднимается настроение. Мы можем пойти в этот момент к своим подругам. А где там страх? Он поднимался. Он ушел. Он у нас исчез. Он испарился. Страха-то больше нет. Поэтому не надо чего-то бояться. Поэтому... Да, да. Вы что-то хотели? Галина, вы что-то хотели? Нет, нет. Поэтому не надо бояться. Вы должны, говорят, чем больше они стандартов, тем иногда проще для нас. Поэтому не надо протанцовывать, развеселиться. Это такая, кажется, иногда забавная методика. Но нам ноги помогают. Не зря же говорят, когда человек какой-то в глубочайшей депрессии, надо сделать выход вперед. Иногда этим людям включают какую-то музыку и начинают просто танцевать, просто что-то делать забавное. Сделать для себя. Порисовать, есть всякие рисунки, это проработка. Проработка внутреннего страха. И человек уходит от этого, начинает думать головой, идти вперед. У нас так быстро время пролетело, что я даже и не заметила. Хотела спросить, какие у вас есть ко мне собственные вопросы? Готовы ответить на любую? Включите свои микрофоны. Нужно я, нужно я. Да, 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 да. Галина, вы что-то хотели? Да, я просто хочу вас очень поблагодарить. Очень интересно, увлекательно. Вам спасибо большое. Вы такая положительная, оптимистичная. И, в общем-то, заразили. Я рада, что вам понравилось. Спасибо вам большое, хорошего вам дня. Надеюсь, что нас будет больше. Я тоже надеюсь. Очень надеюсь. Вы очень прекрасно с вами вести, очень интересно. Скажите, пожалуйста, следующее занятие у нас когда будет? В понедельник будет. А во сколько? По-моему, с 10 до 11. Сейчас я выточню. По-моему, с 10 до 11. 11. А вот скажите, еще такое мнение, что у блогера вот считается, жизнь вся практически на показ считается. Это немножко отпугивает, что надо... Это, я так скажу, это каждый решает сам для себя лично. Например, есть блогеры, которые хотят этого выставления. И они тем самым выставляют свою жизнь на показ для того, чтобы вы за ними следили, и больше было показов. Но есть блогеры, например, как я, я не хотела свою жизнь на показ, и брала другим. Поэтому это зависит от каждого. Да, блогеры на показ, но это выбор каждого непосредственного человека. То есть если один человек выбирает, что я раскрою свою душу, и всем все расскажу про себя, какая я замечательная, я вам расскажу про опыт, и буду читать. Но я же говорила, что на каждой нише свои люди, и не всем это интересно. То есть они выбрали ту нишу, абсолютно другую. Если есть что показать, покажите. Если нет, покажите то, что есть, показать. Ну, да-да-да. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Валентина Витальевна, будем технически ждать, как это сделать. Вопрос. Я, к сожалению, не мог войти по ссылке, так сказать, вот там, где было сообщение. Пока не догадался, хотя мы даже переслали, вот, видимо, модератор, еще раз ссылку, тоже не понял. Я с другого смартфона зашел, поэтому удалось. Поэтому пропустил, так сказать, чуть ли не половину вот вашего выступления. Если была запись, возможно получить ее? Ну, я спрошу по этому вопросу, и если вдруг она была, то вам ее вышли. Хорошо? Я уточню этот вопрос. Спасибо. Вообще, благодарен вам за такой многоуровневой и полезную, так сказать, лекцию. Надеюсь, она была вам полезна и многому поможет ответить на ваши вопросы. А мы потихоньку будем идти вперед, подниматься. Спасибо вам. Пожалуйста. Пожалуйста, а чему будет посвящено занятие в понедельник? Так, сейчас скажу буквально минутку. Так, в понедельник будет «Как мотивировать себя на работу?» Про мотивацию. Отлично, спасибо. Пожалуйста. Все, тогда завершаем. Всем до свидания. До новых встреч. До свидания. Всего доброго, спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok